Здесь пойдет трамвай. От улицы Ташкентской до стадиона Самара-Арена вдоль московского шоссе строят новую линию. Под улицей дальний трамвай будет проходить в подземном тоннеле глубиной до 9 и протяженностью 340. На сегодня готовность тоннеля оценивают в 30%. 1 октября монолитные работы обещают закончить. Останется только засыпать котлован и обустроить тоннель. Новая трамвайная линия протянется на два с лишним километра от улицы Ташкентской до Разворотного кольца. Оттуда до стадиона нужно будет пройти еще примерно с километр пешком. Сейчас строительные работы ведутся круглосуточно. По графику трамвайная линия будет готова в апреле следующего года. Одновременно со строительством новой линии идет реконструкция путей от площади Урицкого до улицы Ташкентской. Именно с площади Урицкого свой маршрут будут начинать трамваи, доставляющие болельщиков до стадиона. Бетонные конструкции, два тоннеля и кольцо на пересечении Московского и Ракитовского шоссе готовы на 95%. Осталось забетонировать одну подпорную стенку. Затем здесь начнутся дорожные работы. Бригада рабочих трудится круглые сутки. Движение по тоннелю Московского шоссе планируют открыть уже в этом году, но не раньше осени. На пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова дело идет чуть быстрее. Здесь бетонными работами закончили, началась покраска. Строительство двух транспортных развязок – важная часть реконструкции Московского шоссе. Путепроводы тоннельного типа на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе обеспечат беспрепятственное движение транспорта по основному ходу. Само Московское шоссе будет шестиполосным, по три полосы в каждую сторону. Также построят боковые проезды, где будет выделенная полоса для общественного транспорта. И здесь же расположатся парковочные места и велодорожки. Электрички ходят, строители работают. Над железной дорогой, которая ведет в аэропорт, возводят путепровод длиной 156 метров. Это часть новой дороги от поселка Волжский до аэропорта Курумыч. Путепровод возвышается над землей на 12-метровых бетонных опорах. Сама конструкция полностью металлическая. Параллельно с возведением путепровода рабочие делают насыпи, чтобы соединить дорогу с мостом. Для этого каждые 30 сантиметров песка проливают водой и выравнивают слой за слоем, пока высота насыпи не достигнет путепровода. Затем установят переходную плиту и все вместе соединится дорожной одеждой. Строительство новой дороги идет круглосуточно. В целом ее готовность оценивается в 60%. Объект разделен на несколько участков. Разворотное кольцо рядом с новым терминалом аэропорта уже заасфальтировано. Газоны вдоль дороги тоже приведены в порядок. Такая развязка сделает удобными подъезд и выезд из аэропорта. А время пути из города до воздушных ворот сократится в полтора раза. Новая магистраль протянется на 5 километров, по две полосы в каждую сторону. Проезжать по ней можно на скорости 120 километров в час. Движение обещают открыть уже в конце этого года. Сейчас улица Арена-2018 это только тонны песка и щебни. Но уже через год именно этой четырехполосной дорогой и девятиметровыми тротуарами по краям и пойдут болельщики, чтобы переживать за свои любимые команды на чемпионате мира. Арена-2018 соединит две самарские магистрали – Волжское шоссе и улицу демократическую. Эта дорога станет основным маршрутом для футбольных болельщиков. Съезд к стадиону будет осуществляться через пересечение с улицей Дальней. Сейчас на объезде длиной почти 3 километра заканчиваются земельные работы. Песчаный слой работники уложили уже наполовину и приступили к строительству щебеночного основания. Все материалы проходят обязательно контроль на соответствие качеству. Пересекать дорогу пешеходы смогут по подземным переходам. Их пропускная способность – до 12 тысяч человек в час. В тоннели спускаться смогут и маломобильные горожане, и велосипедисты. Пандусные сходы готовы на треть, а вот сами переходы почти полностью. Сейчас на объекте трудятся 60 человек и 38 единиц спецтехники. Дорожники уже начали укладывать асфальт, а уже в ноябре здесь полностью обстроят движение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова